Да, действительно, долгое время детские и дошкольные учреждения оставались за рамками различных государственных программ, что, конечно, не могло не отразиться на их развитии. Здания, да и в целом вся материально-техническая база пришли в упадок. Кое-где в регионах детсадов вообще не стало. Лишь пристальное внимание главы государства и затем создание соответствующего министерства полностью изменили вид и содержание островков детства, которые переживают второе рождение, наполняясь яркими красками и современными технологиями, как педагогическими, так и информационными. Об открытиях, связанных с детством, материалах из регионов. Только за последний год число дошкольных образовательных учреждений в Кашкадаринской области возросло более чем на 100. В частности, в Китабском районе начали работу 11 негосударственных детских садов. За счет средств местного бюджета отремонтировали 10 действующих учреждений. Их сдачу в эксплуатацию приурочили к 1 июня, Международному дню защиты детей. Наш садик построен в 1975 году и в течение десятилетий его ни разу основательно и не ремонтировали. Только сейчас это учреждение привели в надлежащий вид, чему мы очень рады. Укрепление материально-технической базы, организация деятельности на основе новых эффективных подходов коренным образом улучшает условия для всестороннего воспитания детей. В их распоряжении все необходимое. Тщательно продуман распорядок дня. Детей также обучают иностранным языкам, что, конечно же, значительно повышает ответственность педагогических кадров. И таких адресов немало. К примеру, на днях состоялось торжественное открытие современного дошкольного образовательного учреждения и в селении Полусон Алтарыкского района Ферганской области. Можно понять радость жителей отдаленной местности, ведь ранее о таком внимании к созданию достойных условий для сельских детей и говорить не приходилось. Созидательная работа выполнена в рамках программы «Оботкшлок», в которой охвачена вся территория села. Он очень стал красивый, уютный, комфортабельный. Здесь для детей созданы все условия. Есть просторные комнаты, просторные спальни, красивые кровати. Нам очень приятно и мы очень рады. Распоряжение детей, игровые площадки, светлые просторные комнаты, словом, все, что необходимо для их гармоничного развития. Занятия проводятся на основе современных педагогических технологий. Новые игрушки и детская литература способствуют наиболее эффективной организации воспитательного процесса. А ведь всего год назад это здание пребывало почти в заброшенном состоянии. Добавим, в Фергане городским и районным отделам дошкольного образования передаются автомобили «Дамас». Совершенно новый облик после ремонта приняло и здание 35-го детского садика, расположенного в Махалинском сходе граждан Учокле-Уртачертикского района Ташкентской области. Его прежнее состояние просто оставляло желать лучшего. Сегодня данное учреждение приливается яркими красками на радость детворе. Распахнуло свои двери для ребят и новое негосударственное дошкольное образовательное учреждение на 75 мест в Махале-Янгеобот. Открытие объекта стало настоящим подарком для сельчан, которые имели возможность ознакомиться с созданными здесь условиями на высоком уровне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова